Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И отталкиваясь от текста книги «Исход», 20 глава, 4-5 стих и 3 книги «Царств», 6 глава, 29 стих, мы зададимся вопросом. Если Бог запретил делать изображения, то почему христиане в исторических церквах их делают? Сначала прочитаем первый текст, на который мы с вами уже сослались. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Казалось бы, заповедь Божия категорична, и она запрещает делать любые изображения того, что на небе вверху и того, что на земле внизу. Но если это было бы так, то Библия противоречила бы сама себе, потому что в Третьей Царей, 6 глава, 29 стих, мы находим слова. «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов». Херувимы где обитают? Правильно, на небе. «И пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне, а дерева и цветы где растут? Правильно, на земле». Итак, мы видим, что в Иерусалимском храме, который был построен по прямому божественному указанию, были изображения и того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. Однако Бог признавал это место и сам установил такой порядок в нем. Когда мы говорим об иконопочитании, то очень важно разделить этот вопрос на две части. Первая часть – можно ли иметь изображение? Вторая часть – можно ли поклоняться этим изображениям? Отвечая на первую часть вопроса, со всей очевидностью можно сказать, что изображения иметь можно. Баптисты распространяют детскую Библию с красивыми изображениями цветными. Даже запрещенные в нашей стране организации «Свидетели Иеговы» в своих журналах про буддисты, «Живая башня» – они делают очень много изображений и того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. То есть по первому вопросу мы можем категорично сказать, иметь изображение можно. Это не противоречит закону Божию. А можно ли поклоняться этим изображениям, почитать эти изображения? В православной традиции чаще используется термин «икона почитания». Термин «икона поклонения» никогда не используется православными христианами. Но теперь отвечаем на второй вопрос. Можно ли почитать эти изображения? Книга «Исход», третья глава, с первого по пятый стих. Пятый стих ключевой. Моисей пас овец у Яфора, тесте своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь, увидев, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей, он сказал, вот я, Господи, и сказал Бог, внимание, не подходи сюда, сними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Почему земля стала святой? Что изменился ее химический состав? Кто-то может сказать, там присутствовал Господь. Но разве Бог не вездесущий? Разве Бог где-то отсутствует? Смотрите, Псалом 138, 7-12 стих. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Так почему же Господь говорит? «Не подходи сюда, сними обувь твою, с ног твоих. Причина, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Земля и разные объекты материальные освящаются, когда Бог проявляет свое присутствие через эти объекты явным образом. Ну, вы, наверное, помните из Библии даже кадильницы, которые принесли нечестивые сторонники Дофана и Аверона, потом их разбили, превратили в листы и укрывали ковчег завета, потому что их нельзя было использовать, ибо гнев Божий спалил этих людей. Но любое прикосновение Бога есть действие освящающее. Причем в Библии говорится, что те мастера, которые в одни Моисея делали священное изображение, они получили даже Духа Божия на осуществление своей задачи. Исход, 31 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божьим, мудростью и разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти, из крученого весона, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». И мы знаем, что на крышке Ковчега Завета, а это место, откуда Бог разговаривал со своим народом, были изображения двух херувимов с распростертыми крылами, и вот между ними звучал глаз Бога. То есть это место было обозначено вот этими изображениями. Ну, весь храм был полон изображений, и Псалом 5-8 стих сказано, «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Поклониться храму означает поклониться и тому, что там находилось, а как мы помним, на всех стенах храма кругом были изображения. Даже тогда, когда храм уже был разрушен, и Иерусалим лежал в развалинах, даже тогда почиталось это место. В книге порока Даниила, 6 глава, 10 стих, мы находим такие слова. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славил его, как это делал он и прежде того». Потому что даже после разорения этот святой храм и целый святой город и целая святая земля, Эрес Исраэль, они являлись объектом почитания. И в Библии говорится, что даже тень, тень апостола, она исцеляла. Это книга Деяний, 5 глава, 14-й, 15 стих. «Верующих же более и более присоединялось Господу множество мужчин и женщин так, что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенило кого из них». Ну, если тень апостола исцеляет, то и вещи апостола должны исцелять. Книга Деяний, 19-я глава, 11-й, 12-й стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». И в Библии, в 4-й книге царей, 13-я глава, 21-й стих, говорится, что даже останки святых, то, что называется мощи, источали благодать. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчища, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Здесь прямо указан момент, вот фиксация момента соприкосновения тела с костями. «Коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Очевидно, что не кости воскресили человека, а сила Духа Святаго, которая почивала на костях пророка Божия. Итак, мы видим, что изображение иметь можно, с этим мало кто спорит. А почитать, мы почитаем все, что нам свидетельствует о Боге, все, через что Господь проявляет свою силу и свое могущество. Таким образом, никакого противоречия с законом Божьим здесь нет. А заповедь о кумирах – это заповедь о ложных богах, изображение которых запрещается. На небе были кто? Солнце, луна, звезды. Вот язычники им поклонялись. Сторонники астрологии до сих пор считают, что от этих осветительных камней в космосе, от звезд зависит их судьба. Языческие боги на земле – это гады, твари, змеи, пресмыкающиеся. До сих пор в Индии почитают, как священную корову, а где-то почитают змей и так далее, и так далее. Но до истинного богопочитания в священных изображениях заповедь о кумирах не имеет никакого отношения. Иначе бы это было бы противоречие. И в Библии можно насчитать огромное количество мест, где говорится о подобных изображениях, которые создавались не только на крышке ковчега, не только на стенах храма кругом, они даже вышивались на тех полотнищах, за которыми скрывался ковчег завета. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok